В Ненецком округе появился первый барабан для засолки оленьих шкур. Его установили на убойном пункте поселка Красная. 50 шкур уже прошли обработку солью. Проект этот совместный региона и Финляндии. Светлана Некрасова выяснила, куда пойдут шкуры ненецких оленей. Первые 50 оленьих шкур прошли барабанную обработку. Их качеством финны остались довольны. Материал равномерно просолен с двух сторон. Вручную так бы не получилось. Самое главное, чтобы шкуры были правильно раскроены, без повреждений, дырок и срезов. После засолки предварительной приличной обработки сырья оленьей шкуры поступит к нам на завод. Завод находится в Финляндии, компания «Лапинахка». И уже потом готовая продукция у нас реализуется по всему миру. У нас более 35 стран. Решение сохранять шкуры, а не выбрасывать их, как это было раньше, принято в рамках программы «Кол Арктик» – «Приграничное сотрудничество». В ней Россия участвует совместно с одной из финских компаний. Стороны приняли решение создать дополнительный рынок для реализации сырья. Пиццепрезидент Ассоциации ненецкого народа Ясавей Владислав Песков считает, колхоз «Харп» может дать хороший пример другим хозяйствам. Переработкой шкуры уже заинтересовались в Индиге, Харуте и СПК ЕРВ. Каждый убойный пункт должен по стандарту уже на сегодня, в современных условиях оснащен таким быть барабаном. Это на сегодня в Скандинавии обязательное условие. Мы еще только к этому подходим. Но, можно сказать, первое хозяйство в Ненецком округе уже к этим стандартам приблизилось. Сейчас Ассоциация Ясавей пытается выбить средства для компенсации расходов на установку барабана. Пока колхоз все работы провел за свой счет, в том числе обучил двух сотрудников на финском заводе. Подведем все итоги, сколько мы вложили. Соответственно, и здание мы разгородили, перегородочку поставили, все эти затраты учтем. И видим, что нам приходится примерно одна барабаненная шкурка. Российские шкуры отличаются от европейских. У них камусы получаются меньше. Поэтому и контур самого материала немного другой. Финской компании придется поработать над тем, чтобы найти покупателя на такой товар. Впрочем, уверены скандинавы, это несложно. Представители Суоми намерены купить 2700 шкур, готовых к засолке.